Всем привет! Мы уже выходим. На улицу ужасная погода. Мы все еще простуженные. Покажись. Настроение примерно такое. Примерное. Примерно такое. В общем, сейчас хотим... Мне нужно забрать торт, на котором будет написано, что мы закрыли ипотеку. Мы взяли такие свечки, штатив. Ну вот, точнее, спички. Свечки мне нужно будет сейчас зайти купить. Вот, соответственно, хотим задуть свечи на этом красивом торте. Так что сейчас я вам буду показывать. Надеюсь, что погода нам все не испортит. Мой план под угрозой срыва, потому что я не могу нигде найти свечи. Почему? Шпажки есть, а свечи для торта? Их нет. Их нигде нет. Шарики есть. Покусника хермы есть. А свечи? Где свечи? Почему есть все, кроме свечей? Все, я все забрала, все купила. Блин, она так красиво обуковала его. Что мне? Подержи, пожалуйста. Что мне? Его жалко сейчас будет открывать. Очень красиво. Я вот свечку такие свечки купила, красивые. Самые дешевые, которые там были. Тортик там тоже очень красивый. Ну все. Поехали. Поехали праздновать нашу ипотеку закрытую. Там вообще ничего такое проверять. Что там вообще положили, что-нибудь? Погода, конечно, сутью, вообще. Что это за ужас такой грустный? Я хочу, чтобы было красиво. Мне кажется, мой муж меня уже проклянует, потому что у него нет настроения. Мы приехали в какую-то глушь. Сейчас пойдем искать место, где можно будет снять красивое видео. Зачем, что тех не забыть. Что? Включать аварийку. Мне кажется, нет. Тут никого нет. Вот, так что сейчас пойдем. Я надеюсь, что мы еще сильнее после этого видео не разболеемся. Иначе будет очень плохо. Очень грустно. Берем тортик и идем. Ой-ой-ой. Вы не видите, но там, короче, озеро. И это место придумал мой муж. Ну, не само место. Что сделал? Ага, ну, выбрал. Решил, что мы здесь будем снимать. Он вспомнил про него, представляете? Ну, вот он недоволен, конечно, максимально. Он такой злой сегодня. Грустный. Я чувствую себя виноватой. Ну, да ладно. Если б не жены, всем уж я бы скучали в этой жизни. Да? Да, были отдохнувшими, довольными. Ну, прям. Ну, как бы вы без нас. Как и лежали бы, кайфовали. Ой, несет ерунду какую-то. Что вчера? Съела, что ли? Что-то не стоит. Несешь какую-то глупость. Маленькая змея-парабанка. О, змея! Ужик. Это чья-то жена. Чья-то жена, которая достала... Они шли тортик снимать. Они шли снимать тортик. Блин, такой красивый торт. Так, здесь нет прохода. Ох, тут красиво. Как из маски надо надевать белые ботинки. Ну, очень странно, что ты надел белые ботинки. Потому что, как бы, на улице видно, какая погода. Погода. А как мы пройдем тут? А, пешеходная открыта. Я чуть-чуть... Я чуть-чуть туповатая. Сегодня... Ну, да ладно. Че теперь, зачем мне быть умной, если ипотека закрыта? Уже. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сюда сливают, видимо, какую-то грязную воду. Ну, утки плавают. Так. Ну, да, но все заброшено. Потому что вот это здание... Здесь вот было все галька выселена. Здесь не было кустов. Просто здесь здание, которое обслуживало вот это, оно теперь на продажу уже несколько лет. Мы с тобой ходили-то здесь года три назад. Смотри, утки поплыли. И теперь это нахрен никому не нужно, это помещение. Че, а то-то сверху попробуем так залезть, да, куда-нибудь? Тут была, оказывается, свечка. Ну, я просто не заметила. Блин, так жалко открывать торт. Сейчас надо будет вот сейчас фоткать. Блин, я чувствую себя максимально странно, потому что тут какая-то помойка. Прикольно? Это мы с тобой с голыми жопами. Да, я сфоткала. Так, все, мы все отсняли. С помощью. Это было очень весело. Поздравляю величью очков ночью. Сейчас поедем его есть. Ты тут фоткала уже до этого, да? Да. Может, с твоим кроссовком им фоткать? Место такое прикольненькое. Мне кажется, правда, очень его кто-то... Ну, сливает что-то. Закрой, пожалуйста. Мне кажется, что... Нет, не сливает, это просто, в принципе, дорожные эти сливаются. Просто с дорог, что сливается? С дорог, в частном севере, да. Ну, конечно. То есть, это не козло, это, скорее всего, это, типа, цвет мыльной воды. Ну, вот, я так и думала, что это вот это и сливают. Ну, оно просто течет по этим. Конечно, красиво, это прямо рядом с нашим домом. Вот, но я говорю, опять же, здесь... Я не знаю, что это, пансионат какой-то был раньше. Или это... Я не знаю, что это. Сейчас этот дом на аренде, но он еще и на продажу уже несколько лет. Его просто, видимо, не покупают, потому что он огромный. И раньше он использовался до коммерческих целей. Естественно, сложно найти, видимо, покупателя. И поэтому... Что, ну, вставляйте здесь. Кошка! Кошка! Мы заберем ее домой? Нет. Ну, какой у нас коты непривитые? Ну, Коль, он плачет. Как это у нас непривитые коты? У нас привитые коты. Да они бомжатные всякие у нас. Ну, Коль, она плачет. Не плачет она. У нас нет корма. Сейчас никого еды найдет. Иди, уток лови. Уток лови, иди. Что уток не ловит? Да нет, попрошайка просто. Она нормальная, она чистая. Все, она, на самом деле, блестящая. У нее шерсть. Нет, 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 не подходи. А ну, попрошай. А то я заберу тебя домой. Зачем? У меня два кота, они тебя будут очень любить. Ты красивая котка. Давай домой заберем. Нет, был бы котенок, мы бы родителям отвезли. Но это слишком взрослая кошка. Ну, и что? Она говорит, я маленькая. Нет, я маленькая. Попрошайка. Она привыкла, что здесь мясо все едят. Она, смотри, только шум услышала, пришла из деревни, чтобы попрошайить. Но она чистая, она не обвешивая ничего. Чистая, это деревенская кошка, конечно. Да, нет. Красивая, красивая. Это как тот кот, который живет у нас в частном секторе, как толстяк, которого все пытаются вечно спасти. Красивая кошка. Каждый раз уносит из дома, и потом его ищут хозяева. Да, дети часто пытаются, им говорят, что унести. Сиденькая какая. Это девочка, походу, да? Мне кажется, что девочка. О, я девочка. Пойдем, а то я сейчас заберу точно. Еще какую-нибудь лошадь украду. Фотку не сделали. Какую? Ну, просто нам с тобой вдвоем. Пойдем фотку делать еще. Сама себя уже утомила. Пойдем. Так, ну что, все, мы готовы есть торт. Будем пробовать, как он. Да, мы чай с лимончиком и тортик. Тортик, конечно, очень маленький. Я думаю, будет побольше, но нам больше не надо, потому что мы не успеем его съесть. Вот чья-то жопка человеческая. Идеальный размер торта для худеющей семьи. А начинка, ну, по-моему, Сникерс, да, выбрали? По-моему, Сникерс. Ну, я пробовала у этой девушки уже тортик. Торт один. Очень вкусный делает. И не очень дорого. Вот этот торт с рисунком вышел что-то 1600, по-моему. Ну, учитывая, что она сама рисовала, это все, мне кажется, это нормальная цена. Так, в общем, я успела с утра, правда, расходить в магнит за средствами гигиены. Так сказать, из-за насморка у нас закончились дома все салфетки. Вот. И, конечно, я не смогла пройти мимо косметики. Захотелась бы чего-нибудь классного купить. Купила такой спонж для умывания. Сейчас прям очень переживаю за свою кожу. Но уже, кстати, стало получше. Возможно, вам покажу, как я делала домашнюю чистку. Решила для того, чтобы каждый день хорошо очищать кожу, использовать вот такой спонж. Давно не использовала. Надо его, конечно, правда, почаще менять будет. Патчи вот эти. Ну, я взяла две пачки и могу сказать, что они мне уже не понравились. Ни запах неприятный. Какие-то, в общем, они мне не очень понравились. Моя жадность меня сгубила, потому что на них была хорошая скидка. Не советую. Это в магнит косметик все брала. Не берите вот эти. Так, дальше я взяла кисти. Мне нужны были вот такие. В основном мне нужна была вот такая кисть. Вот эта кисть. Не уверена, что она мне подойдет. Ну, хотя вот эти вот две тоже прям классные. Короче, была на них хорошая скидка. Триста рублей стоили. Так, что дальше? А, спонжи. Потому что мой спонж мне уже даже страшно показывает. Сейчас я вам покажу. Это почему я его помыла. Просто ему уже плохо совсем. Взяла вот эти. Надеюсь, что они будут мягкие. Так, дальше что? Взяла подводку. Но взяла Vivienne Sabo, самую обычную. Не уверена, что, конечно, она будет хорошо держаться. Но мне уже очень срочно нужна прям подводка. Взяла тональный крем еще один. Мне вообще вот эта марка очень нравится. Мне ее советовали. Плюс я пробовала помады от них. И вообще, в принципе, как бюджетная косметика. Так. Какая-то бумажка. Ну, баночки у них, конечно, красивые. Я использую еще помаду. Не знаю, показываю вам или нет. Короче, матовую помаду от них. Ну, от Ellian тоже. Она в похожем тюбике. Взяла, попробовала. Вроде бы оттенок мой. Надеюсь, что мне понравится. Ну, и стоит она в районе тысячи рублей. И дальше самое-самое классное. В общем, у меня часто спрашивают, как я делаю макияж. Я люблю высветлять. Это так молодит еще больше. Освежает еще больше лицо. Когда вы под глаза не только консилер наносите, но и пудру для бейкинга. Так. Я взяла от Диван, что он 0.1. Он самый светлый. Банано-пудр. Короче, да. Вот. Она рассыпчатая. Соответственно, буду наносить ее себе под глазки. Больше никуда не ношу. Но каждый день, конечно, ее нельзя наносить, потому что будет пересушивать. Вот так что сейчас начну краситься, собираться и поедем гулять. Мы решили, раз уж такая хорошая погода, нам уже намного лучше. Вы уже, наверное, по голосу слышите, что я могу нормально разговаривать. Мне ничего не мешает, наконец-то. Мы решили, раз такая погода хорошая, такая золотая осень, и очень красиво. Сегодня 23. Машина сейчас пишет 20 градусов. Хотим заехать, купить какие-нибудь бургеры и поехать поесть их на природе. Почему я еду одна? Потому что муж у меня, как обычно, на мотоцикле. У него когда есть свободная возможность, он едет на мотоцикле. Я не люблю мотоциклы. Я никогда в жизни не сяду на него. Я всадилась пассажиром на мотоцикл только ради 5-секундного видео. Больше я не способна ни на что. Я очень боюсь, так что нет. Поэтому я всегда на машине, а муж где-то рядышком или сзади, или спереди едет на мотоцикле. Вот так что мы сейчас поедем, купим какую-нибудь вкусняшки. Я не знаю, в какое место мы едем. Примерно ориентировочно я знаю. Но я там никогда не была. Вот. Хотела сказать по поводу ипотеки. Что же все-таки за ипотека? Что мы выплатили? Когда мы будем переезжать? Или что будет происходить? В общем, та квартира, в которой мы живем, она не ипотечная. Мы брали ее в рассрочку. У застройщика без процентов. Я думаю, что многие знают, что раньше такое было. Конечно, это до того, как ввели escrow счета, когда застройщику стало совсем невыгодно продавать на таких условиях квартиры. Тогда квартиры стоили очень дешево. Сейчас таких цен нет. Вот. А потом мы решили с мужем, что единственный подходящий для нас вариант копилки, но самый такой выгодный и приятный, это копить в недвижимость сразу. Сначала мы брали еще одну квартиру-просрочку, когда это было возможно, но потом таких возможностей уже не стало. Но тогда уже снизилась ипотечная ставка, точнее, ключевая ставка Центробанка. И, соответственно, мы смогли взять по достаточно, ну, относительно низкому проценту, мы не смогли взять по совсем низким процентам. Ой, какая дорога красивая. Посмотрите, как красивая. Извините, я прервусь. Вот. Мы не смогли взять прям совсем дешево уж, совсем низкую процентную ставку, потому что я самозанятый, мой супруг ИП. И так как был коронавирус, коронавирус ему приходилось закрывать ИП. Соответственно, у нас были сложности с тем, чтобы нам одобрили ипотеку. Но нам ее, благо, одобрили, потому что был хороший первоначальный взнос. И у нас не было до этого кредитной истории совершенно. В общем, мы прям очень переживали. Мы продали предыдущую квартиру одним днем. Просто у нас сделка состоялась уже там буквально через 5 дней, через 2 недели у нас уже были деньги на счету. Вот. Так что, да, мы просто копим. И ключи мы еще не получили. Это строящиеся дома. Мы двух разных домов взяли. Одинаковые маленькие. Это маленькие студии. Вот. Они еще достраиваются. Ну как, они уже достроились. Уже город принял эти дома. Все пройдено в конце сентября, в начале октября. Начнут отдавать ключи. И, соответственно, мой контент будет частично посвящен, конечно же, ремонту. Потому что ремонт это очень сложно. Я уже очень хорошо знаю, что это такое. Вот. Так что буду вам чуть-чуть показывать. Пока что у нас будет с вами идти просто обычная, будучная жизнь, в которой я просто буду заниматься обычными делами, рутинными. Поп, снимаю, продолжаю снимать в лоб. Вот мы, собственно, так мы и приезжаем. Я там, он тут. И все, идем за бургерами. На, держи шлем. Давай, смешнем. Иди за бургерами. Нет. Ты иди мне. В общем, ездим в такое место. Я не знаю, вот как было. Мне кажется, сюда никто практически не ездит. Мало кто. Вот. В таком месте. Я говорю, сюда, мне кажется, вообще никто не ездит практически. Нет, мы тут как-то заезжали сюда, в Ахакнея с персонами. А, ну здесь, наверное... И здесь прямо очередь, и все, забита вся Ахак. Ничего себе. Это просто пока... С пустыми руками я иду. Да. Тут такие олени. А здесь, кстати, пиво еще варят. Да? Да. Вот такое вот. Вот такое вот. Вот такое. Знаете, семейное... Открывайте меня. Читать я не умею. Так, что я буду? О, там лимонады есть. Кстати, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, не Маша, потому что... Ну, не Маша, потому что... Лягу, идем. Здравствуйте. Мне тоже такая же топая. Как быстро. А, прикладывали, потому что... Я взяла лимонад. Коля тоже, по-моему, там хун. Все. Сейчас мы поедем дальше. Путь-дорогу. Давай, сначала. Смотрите, как весело я еду по полям. Дорога, конечно, вообще ужас. Но вид, этот вид, боже. Там какой-то замок. Смотрите, там река. Река. Поля. Такой красивый. На заднем фоне. Очень красивый. И все, конечно, мокрась. Сейчас мы пристываем. И будем с таким видом кушать. Видите, вот эта лавочка. Вон там река. Очень красивый. Очень классный, конечно. Смотрите на мой аппетитный бургер. Ну, много всего. Всяких аппетитов, как приехали. И его. Бургер. Очень грустный человек. Причем мы спросили, говорим, в чем разница между вот этим и вот тем. Он говорит, да ни в чем особо, соус разный. Ну, одно лицо. Это самое грустное, когда бургер без помидора. Грустный бургер. Без всего. Без всего вообще, да. Вот. Но с этим ветром, конечно, тяжело есть. Но зато красиво. Красиво едим. Тебя капает. Так, в общем, зачем хотели, зачем ехали сюда, все сделали. Ехали фоткать. Фупер фотка. Фоткать мотоцикл. А как его выключить? О, красиво. Ну да. Красиво. Так красиво. Посмотрите, вот он с мотоциклом. Хочет продавать. Я, конечно, все равно, я не знаю, как, зачем ты его хочешь продавать. Я на него смотрю, он такой красивый. Он так выделяется из толку. Не с той стороны я снимаю. Он красивый со всех сторон. Вот это, конечно, особенно. Посмотрите, какой красивый. Зачем он хочет продавать? Зачем? Потому что это мужчины. Свежее. Бай. Мощнее. Бай. Кручее. Ну, конечно, ты просто ерундой страдаешь. Я бы вообще ничего не делала. Но я и сказать не могу, он уж типа, нет, не мое. Я же вообще там не катаюсь. Скоро резину менять еще. Проще все продать. Все купить. Купить сразу все. Весь мотоцикл сразу другую купить. Не знаю. Конечно, мне, конечно, очень. Ты мне его дашь? Да, если ты будешь ездить, иди на права сдавай. Да, конечно, сейчас. Вот делать мне нечего на права сдавать. Я лучше, не знаю, у меня есть на что деньги потратить. Я лучше на Азон. Зайду, потрачу 70 денег. Ну, вот тоже. А отучиться на права? 30 тысяч. Получить права еще 30 тысяч. Что, мотоцикл купить сейчас? Вообще цены какие-то бешеные. Одежду. Вот одежду ему купить, чтобы, ну, вот это вот, как это называется? Экипировка. Экипировка. Чтобы он падал, ему было не больно. Вообще, дофига денег нужно. 100 тысяч. Чтобы упасть и не умереть, а не падать и не больно, чтобы было. Мне это одно и то же. Короче, я не знаю, я слышу, что это все фигня. Какая-то очень глупая. Ну, ему нравится, пусть занимается. Потому что он зарабатывает эти деньги, а не я. Главное, чтобы он, конечно, не упал. Не упало, чтобы ему не было больно. Но он в том году, ровно год назад, мы вот так же ехали. Короче, я на машине ехала сзади, а он ехал спереди на мотоцикле. Мы только отъехали от дома. Ну, километр, наверное, проехали. У него как бы в шлеме встроенная фурнитура, чтобы мы... Топ. Ой, фурнитура, гарнитура. Фурнитура у меня сонка, а я с себя ехал сжатся. Вот, мы едем, разговариваем. Он по гарнитуре, я по громкой связи в машине. И просто резко обрывается связь. Я думаю, ну, наверное, связь плохая. Потому что мы как раз выезжали из одного населенного пункта в другой. Я еду, думаю, на всякий случай буду смотреть на обочину. Так я смотрю, проезжаю, стоит такой несчастный мотоцикл лежит. А он стоит. Я думаю, а что, он припарковался, что ли, так? Я сначала даже не поняла, что он упал. Потому что это было очень быстро. Да? Там мотоцикл лежит на боку, просто так на боку лежит. Причеркнул, да, если даже так не улетел. Да? Да? Ну, я-то сначала не поняла вообще. Я думаю, он или он так припарковался. А потом отхожу, вот там руль вот такой скукоженный весь. Ну, не сильно ничего было. Просто Коля очень расстроился, потому что мы отъехали буквально, ну, мы на 10 от дома, ехали на мотослёд, грубо говоря. И всё, и потом ещё полтора часа ждали эвакуатора. И отдали просто ещё пять тысяч рублей. Ну, ничего, нормально, мы его отвезли и поехали, куда хотели. Ну, да, только всю дорогу он такой говорит. Ну, давай не будем говорить, давай помолчим. И мы ехали в тишине всю дорогу, не разговаривали. Ну, ничего, это он сейчас так спокойно, спокойно говорит о том, что так случилось. Ну, хорошо, что ничего серьёзного. Ну, главное, что первое падение случилось такое. Как первое ДТП, знаете, серьёзное должно быть. Так стукнуться, ну, чтобы человек начал внимательнее. Слезно здорово. Да? Какая-то такая вся. В общем, я решила перебрать всё в своём гардеробе, потому что у меня как-то вот так вот всё стало. Хочу разложить всё аккуратно, плюс нужно разобрать сумки, чтобы всё было аккуратно. Вот. Может быть, что-то пособираю, отвезу на дачу, либо что-то отправлю снова на переработку. Люблю, знаете, почистить своё пространство. Так что сейчас вместе с вами будем собирать стопочки. Что-то ещё, наверное, надо будет перестирать. А что-то, вот, что я не ношу, наверное, я отвезу. Есть, в общем, пункт приёма. В Москве их очень много, где не только на переработку отправляют, а, допустим, если вещь в хорошем состоянии, её едет в долгую жизнь, в общем, отправляют в всякие приюты там для битомных и так далее, потому что в детский дом, например, не принимают вот такие вещи, которые уже без бирки. Либо ещё как вариант, мы с мамой отвозили раньше такие вещи, которые, в принципе, в хорошем состоянии, но их не принимают в детский дом, потому что они без бирки в церкви. В церкви очень активно принимают такие вещи. А платье летнее я, наверное, уберу уже под диван. Кстати, я вот такие вещи все там несезонные, особенно пуховики, убираю в вакуумные пакеты. Я думаю, вы про них знаете. Всё храню под диванами, под кроватями. Место там, конечно, не безграничное, поэтому всё вакуумные пакеты, чуть позже вам тоже покажу, занимает немного места. Гораздо меньше, чем могло бы. Так, да, действительно, я их сейчас уберу, потому что уже всё, сезон закончился платье. Уже вряд ли я куда-то прям в таких сарафанах летних буду ходить. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот так выглядят эти пакеты. Тут в наборе шёл ещё, а вот пылесос. Но я им не использую, не пользуюсь быстрее, конечно, всего просто этим пылесосом. Так, что я сейчас стопку собрала. Это летние вещи, которые до следующего сезона не убираю. Вот, я беру пакет. Вот, наверное, большой слишком. Ну, какой-нибудь не такой большой. Ну, такой, наверное, нормальный будет. Я его открываю и начинаю всё туда убирать. И здесь вот две такие полоски яйца аккуратно. Главное их полностью, чтобы они не подпускали. Ну, тут видно, конечно, когда девушки подпускаются. Вот такой клапан, я его просто откручиваю и сейчас буду пылесосом засасывать. У меня здесь, конечно, полный спарс. В общем, всего, что у меня есть. Вот здесь лежат в пакетах просто запасные какие-то вещи для гостевое бельё постельное, кстати. Вот оно подспустило, видимо, плохо закрыло. Вот здесь хорошо. Это мой пуховик. И там ещё много таких вещей. Единственное, вот этот я как-то не очень... Надо было прижимать его, чтобы он ровный был. Немножко кривоватый получился. Но, в принципе, я вот так убираю. И всё. И, соответственно, весь мой гардероб здесь. И чуть позже я уже буду доставать пуховики какие-то зимние. Такие-таки вещи. Здесь у нас ещё кальян хранится, сахар. Кофемашинка неиспользуемая. Но зато вот благодаря этим пакетам очень мало места занимают такие сезонные вещи. Мы решили сегодня побаловать себя роллами. Давно не ели. Я ещё взяла себе пасту с креветками. Очень вкусная вегетрия. С сливочным соусом. Так, роллы. Как-то они странно съехали, конечно. Непонятно. В основном взяла, конечно, запечённые. Очень я люблю. Вот здесь креветка запечённая. Что ещё? Ага, здесь вот горячие роллы. А, нет. Здесь какие-то пельмени. В общем, пельмени жареные такие со свининой. Мясо-цыпленка. Это, короче, Коля захотел. Не знаю, почему он захотел там. Так, тоже, наверное, роллы. Ну, сейчас всё буду распаковывать. Сразу перекладывать на одну поверхность. И посмотрим, что вкусно. Я была уверена, что я не очень голодная. В итоге я проголодалась. Мои коты тоже голодные ходят. Сейчас будем давать вкусняшки. Наш, так сказать, праздничный ужин. Что такое? А? Я почему-то забыла просто вот про эти роллы. Я почему-то их в сторону отложила. Паста очень вкусная. Вот эта мне очень нравится. Сейчас расскажу про неё. Роллы. И вот эти пельмени. Но на картинке они были прям супер обжаренные. А здесь... У нас бёрзу есть обжаренные. Но они, видишь, только с одной стороны... Как-то с одной стороны просто их на сковородку кинули. А вот здесь вообще как-то порвалось что-то. Причи непонятные. Ну, ладно. Сейчас будем есть. Осталось выбрать фильм. Потому что кто-то не мог выбрать. Я надеюсь, что сейчас что-нибудь найдём. Да, Киська? Ну что ты, мой сладенький, так смотришь на маму. Ну что ты, мой сладенький, так смотришь. Выбрали мы в итоге фильм для просмотра Астрал 5. Посмотрели его уже. Всё. Сейчас уже пойдём ложиться. Я сейчас смою свой макияж. Будем спать. Фильм мне, в принципе, понравился. Но я бы поставила ему, наверное, 7 из 10. Не докрутили его, мне кажется. Мне кажется, что не хватило как-то такого сюжета интересного. Просто очень быстро всё закончилось. На том, что у всех всё хорошо. Любовь морковь. Единственное, я не запоминаю вообще, что было в предыдущих частях. Знаете, вот проходит месяц, как после просмотра фильма или сериала. По щелчку я просто всё забываю. Не знаю, как это происходит. Но вот, кстати, мой любимый жанр фильмов – это ужастики именно. Единственное, я не люблю ужастики. Те очень много так мяса, кровавые какие-то ужастики. Не люблю. Люблю вот такие вот именно пугалки. Вот. Так что на этом я буду с вами прощаться. Я очень рада, что вы посмотрели это видео. Благодарна вам всем за комментарии. Вы такие активные. Это так приятно всегда. Ещё мы на этих выходных с мужем поедем в загородный домик. Я сняла его на пару суток. Очень красивое место. Обязательно буду снимать влог, что мы будем покупать, сколько там что стоило, где это находится. Потому что очень красивое место. Я люблю глэмпинги. Вот. Так что немножечко расскажу вам об этом. И там я хочу также рассказать, снять видео, точнее, о себе. Многие пишут, что вам интересно узнать обо мне. Конечно, я понимаю, когда смотришь на человека, хочется, наверное, узнать, кто он и что из себя представляет. Но единственное, я, конечно, буду рассказывать общую информацию. Но единственное, я бы вас попросила здесь, под этим видео, написать ваши вопросы. Вдруг вас что-то особенно сильно интересует. Чтобы я не пропустила какие-то моменты, обязательно их рассказала в следующем видео. Вот. Так что спасибо вам ещё раз, что остаетесь со мной, что подписываетесь на мой канал, что ставите лайки, комментарии. Это безумно приятно. На этом буду с вами прощаться. Всем пока.